Вот, очень интересно это... То есть, давай сначала объясните, я до конца, если честно, не врубаю, что такое YPU. Мы пишем, да, уже? Я дарюсь тем, кому до него не пила. Я дарюсь тем, кому до него не пила. Да, 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 мы уже полчаса пишем. Сначала бизнес. Короче, самый большой... Ля, сразу, да, начинаешь по-другому разбираться? Надо переключиться. YPU – это самый большой бизнес сообщества в мире, с общим оборотом 9 триллионов долларов в год. Туда принимают миллиард миллионеров, у которых оборот должен бизнес составлять не меньше 10 миллионов, подтвержденные отчетами, да? Ну да, то есть подтвержденные, да? Да. И вы уже сделали такой результат? Нет, нас пока просто пригласили посмотреть, познакомиться. В потенциале, в принципе, вы можете затусить... Да, они смотрят в первую очередь на деньги. Даже, наверное, не в первую очередь. Для них деньги – это как само полагающееся, но приглашают туда не всех. Смотрят в первую очередь по человеческим качествам. Если человек проходит по человеческим качествам, после этого уже приглашают познакомиться со всеми, они начинают наблюдать за тобой, и в течение года ты можешь вступить в это. А человеческие качества – это примерно какие? То есть, типа, социальные... Ценности. Ценности, там, социальная помощь, да? Какие-то, там, программы, если человек поддерживает... Ну, все равно, я думаю, первое очередное – это результат. Если ты утянешь результат, тебе по-любому ты не пригласишь. Ну, много людей, которых миролюбивых... Сколько еще раз надо сделать? Есть результат, но их туда не пригласили, допустим. Ты должен быть... Ну, мне кажется, это, типа, публичная личность. Это, как бы, первоочередной результат и, там, твои ценности. Ну, не так, чтобы ценности, а потом, если что, результат делаешь. Ну, нам охрененно понравилось. Я видел, что-то ты на барабанник дал, что-то... Да, я выиграл, да. Да, просто ему сказали, если у тебя нет результата, ты можешь сыграть на барабанник. Хотя бы так. Я не подписался. И что было примерно там, то есть... На барабанах? Нет, нет, в смысле, вот вчера. Вчера был благотворительный аукцион. Прикинь, такая тема, у меня вот сейчас тоже видео есть. Просто выставили книгу, обычно советского переплета, я не помню, это казахстанский автор. Стартовая цена была 100 тысяч, шаг 50. 100 тысяч книги? Да, 100 тысяч книги старцев. Дальше, типа, неограниченный рост. И... Как еще раз книга называется? Да там не название, непонятно. Кровь и пот, типа, такой. Ну, непонятные книги. А, окей. Казахстанский. Да, да. И эти книги продались... Прикинь, эти книги продались... Минимально продалась за 2 миллиона, да? Не, миллион. Миллион пятьсот. Миллион пятьсот, да. Миллион пятьсот, а самая дорога за 5 миллионов продалась. Обычная книга. Там, типа, ставка сразу после 100 тысяч, там, типа, миллион. После миллиона, там, полтора. Сразу. Три. Ну, это еще Кайрат Худайберген там сразу ставку поднимал. Я не знаю, по-моему, там что-то... Какие-то интересные есть. Интересно, а эти деньги, типа, благотворительные дали? Да, да. Понял, понял. Я знаю просто YPO и этих крутых чуваков. Они, в основном, выступают в разных благотворительных фондах. Там, Дом Мамы. И только Дом Мамы знаю, оказывается. Там всякие проекты. Ну, они вчера так же сказали. Я просто в списке. Мы просто для них кое-что снимали, и поэтому я знаю. Расскажите, пожалуйста, немножко насчет мела. То есть... Вот на днях только у всех... Ты думаешь, пора уже снимать куртки? Нет, нет, нет. Я просто реально не понял, то есть как и почему просто у всех в сториз начал резко этот... Я думал, типа, ивент был, по идее. И там, типа, все блогеры потянулись и так далее. А оказывается, это прямо открытие, короче. Но на самом деле это было, наверное, не открытие. Я не понял таких форматов. Это первая была такая незамороченная вечеринка в честь открытия. То есть мы не преследовали цели рекламы в тот момент. Просто получилось так, чтобы за последние полгода, учитывая опять же... Просто потянулись на полгода. Да, мы очень близко общаемся со всеми этими ребятами. И мы хотели вот именно сделать такой ивент. Мы никого не просили о постах, мы никого не просили о рекламе, никого не подписали на бренд Амбассадорство. Просто провели классное мероприятие, очень душевное. Мы там все повеселились. Кругу ближе. Просто все. То есть это ваша новая линия, да? То есть отдельный бренд. Стиль, жанр, жанр. Покупайте наши куртки. Очень стильно. Как это стиль называется? Я просто, если честно, сам не особо разбираюсь. Ну это андеграунд. Андеграунд. Ага. Мы посмотрели то, что опять же, как было с костюмами. То, что хотели мы, чтобы это было не массово, чтобы это было стильно. Либо это очень дорого. Там Dolce, Gucci и все остальное. Либо это там Zara, Bershka и все остальное. А средняя цена там и так далее? Да, она достаточно доступна, да. Самые дорогие кроссовки стоят 40 тысяч. Демократические цены, да? Самые дорогие кроссовки стоят 40 тысяч. А от старта цена 20, да? А, то есть все, да? 18-15 вот так. Куртки, допустим, от 40 тысяч. Это вот я говорю про пуховики. Самый максимум сто, наверное. Нет, даже 99-99. 99-990. Получается. Это из-за чего он это дорогой? Из-за того, что он единственный взаимправитель. Все. То есть ты покупаешь и в городе ни у кого нет. Пока только в Алматы, да? Одна точка. Оно будет только в Алматы и в Астане. Все. Такая же история. Бывает шок она. В ближайший год мы планируем только Алмату и Астану развивать. Даже не знаем, когда Астана будет. Примерно через полгода, наверное. А, ничего себе. Ну, мы еще, видишь, допустим. А вообще сам рынок. Вот, я хотел об этом вопрос поговорить. Ага. Не-не, говори, Игорь. Не-не, вот я хотел. Да нет, ты же пришел на интервью. Нет. Ха-ха-ха-ха-ха. Хорошо. Все. А Любеков встал, да? Но он же берет интервью тоже так же. В плане ведущего, короче, здесь нет такого, что я только один ведущий. А, мы тоже. Да-да, вы можете мне задать вопрос, типа, почему, бляд, долбовебушки, вопросы задаешь, что мешаешь. Ну вот, почему ты мешаешь? Я, потому что, бля, вообще не опытный в этом плане. Да. Просто, короче, начал делать. Ну, надо было чуть опыта набраться. Нет, вот опять мне помнишь. Ха-ха-ха-ха. Давай, Влад. Смотри. У нас, допустим, как по костюмам. Прикольная тема. То, что наш костюм… Ну, вообще… Ха-ха-ха-ха. Все. Все. Их можно отличить без бирки. То есть, несмотря на бирки, ты по внешнему виду видишь, по внешнему виду видишь, что это костюмы к шокам. Ага. Ту же самую теме приседуем и в мели. Это как раз-таки очень маленький такой сегмент на рынке. Ага. Который между маркетом Zara и так далее, как вы бы сказал, и лакшери сегментом. Но по внешнему виду, по дизайну, просто кардинально отличается от того и того сегмента. И достаточно просто посмотреть, ну, сейчас, когда глаз привыкнет, у людей, у потребителей, у покупателей наших. Достаточно просто по внешнему виду посмотреть и сразу становится понятно, что это мило. Через вас вот это вот ясно и понятно, когда… Кто одевает лидеров мнения, тот одевает тоже поколение, по идее, да? Реально, то есть после того, как ребята начали тот же Расул, да? Все ребята… Ты только подписчик Расул, да? Да, да, да. Самая продуктивная реклама с Расулова. Не говори сколько ему никогда об этом. Не, он прям этот… Реально, по-моему, он натолкнул меня прям, чтобы я купил у вас кое-что. Но он покупает же, да? Да. Он просто, когда видит еще ваши вещи, знаешь, он типа «Шохан? Красавик! Прям, знаешь, прямо делает… Ну, короче…» Ну, Расул вообще хороший парень. Ну, он не ваш бренд-амбассадор, да? Просто он красавчик. Наш, наш, наш. А, ваш? Бренд-амбассадор, говорю, покупает. Все-все-все, понял. Окей. Насчет мела. Что это означает, типа, мело? Уж за неделю… Не, просто… Ладно, окей. Миллениум, миллениал… Ну, знаю. Все знают и хотят спросить. Почему? Почему милл? Я буквами просто там не понял, как именно… Брата, мы тоже не поняли. Ну, вообще, изначально мы привязались, типа, к миллениалам. Ну, милл назвать было… Да, да, вот… Миллениалы – центральная буква Е, первая буква М, последняя согласная буква Л – мел. Да? Да? Как? Миллениалы. Миллениалы. Вот, я тоже вдумал сейчас вот так, типа, как… Ну, вот. Тем более, через 2 Л – это прям центральная буква Е, поэтому вот… Логично – мел. Почему на меня так Ганн смотрит? Понял, понял. Тебе надо есть. Все, в принципе, курку можете снять, и все. Я сниму на жарках. Серьезно? Да. А, насчет рига и так далее. То есть, именно Алмата, да, короче, сейчас по идее готово. Насчет рекламаков – мел. Ахахахаха. Вот, fire, the step step. Вот, fire, the step step. Вот, fire, the step step. Получается, с Шоханом сейчас все хорошо, все окей, да? В плане костюм. То есть, мы там все настроили. По разному, не так, чтобы вот все вот там все, там все Да, то есть, все еще есть, да? Бывает. Стабильность вообще не про бизнес, короче. Если ты занимаешься бизнесом, никогда не бывает. Все настроено, все окей. Если все настроено, все окей, значит, ты в жопу петь, где? То есть, для нас сейчас любое там потепление, любое улучшение с экономической составляющей стране, но чувствуется, наоборот, в плюс. Но непонятно, в смысле, это экономика растет или растет реклама, которую мы делаем. — Нет, есть же как раз модели, которые X10, наоборот, растут, X5 во время кризиса. У вас, короче, как раз, мне кажется… — Ну, мы вот запустились в кризис. Мне кажется, наоборот, для любого бизнеса классно запускаться в кризис. Ты реально находишь решения, которые работают, да не просто сидишь на потоке, на проходящем месте, но именно работаешь над тем, чтобы ваша продукция продавалась. Ваша продукция. — Ну, в плане маркетинга, блин, у вас прям, вот прям — Рассел говорил маркетинга. — Маркетинга, а, да, маркетеры, да, говорят, маркетинга. — Бизнесмены. — А насчет этого? — Заметили тему, прикинь. Вчера вот на этом, как его зовут, на YPO, все миллиардеры говорят «бизнесмены». — Бизнесмены? — Да, спасибо большое, мы видим огромное количество бизнесменов, и мы такие, блин, ну, так и говори, по-моему. — То есть это правильный путь? — По-моему, секрет в этом, да. — Или контент. — Мы делаем только контент. — Насчет Хабиба, очень интересно, реально интересно. как, что, халайк, короче. То есть это было прям, знаешь, вот, пиздец. — Ну, мы очень сильно хотели его пригласить. — Долго этого занимает. — Не, у вас была ясность, что какая-то тема насчет синергии там. — На самом деле так и было. У нас есть партнеры, Шамиль и Владимир. Так вот, Шамиль, он отвечает за продюсирование формов синергии. И у него есть выходы на всех топовых звезд и блогеров. И по стечению обстоятельств так получилось, что они изъявили желание пригласить Хабиба на форум, чтобы выступить. — Ну, заобщался с ним. — Да. — И предложил в вашем костюме, да, чтобы он был. — И как раз после того, как после боя у него начались вот такие квантовые скачки. — Квантовые скачки. — В самом момент, да еще. — И встречи там с топовыми... кем? Людьми, с президентом. Ему нужен был костюм как раз. — Ааа. — Бля, кто-то врет здесь, не знаешь? — Нет. — Ну, правда, он был... — Ну, там всякое. — Нет, он с президента был в нашем костюме. — Да, да. — Ну, не с нашим. — В нашем костюме. — Нет, ну, нет. — Не с нашим президентом. — Нашим? — Не с нашим президентом. А он все равно не рабочий. — Она не выдержала. — Он не рабочий? — Да. — Нафиг его все поставили. — Он просто, чтобы типа подкаст, микрофон, чтобы визуально было хотя бы похоже. — Чтоб мы людьми с президентом вообще. — Все. — Окей. — И мы заобщались, короче, с Хабибом и пригласили его к нам в бутик. Он не пришел. — Все, вот это вот очень интересно. Мы его ждали, на самом деле, недели четыре. — В Алматы? — В Москве. — В Москве? — То есть сами полетели? — Короче, как было изначально. Он говорит, я приду, типа, 15 ноября. Ну, примерно. Я не помню, там точно. — А пока оденьте мою семью. — А-а-а. — И Ганс такой. — Ну, так же был. — Не-не, вот этот момент. — Да-да-да-да-да. — Ну, и... — Ну, и... — Ну, и... — Ну, и... — И теперь, короче, ну, на 15 часов... — Если это видео смотрит Хабиб, Хабиб, мы тебя любим. — Я обижаюсь. — Короче, 15 числа, допустим, он должен был прийти к нам. Мы нанимаем фотографа, мы нанимаем оператора. В 10 утра он ждет его. С 10 утра до 10 вечера, короче, он прождал его, тот так и не пришел. Мы оплатили ему за это. Он говорит, я, блин, не смог сегодня прийти, давай, послезавтра. Мы опять вызываем, опять нанимаем, опять оплачиваем, опять не приходим. Так раза три-четыре было. — А-а-а. — А-а-а. — А-а-а. — Ну, да, примерно за четыре... — Ну, он в душе он хотел. — Да. Ну, ты прикинь, ты только победил Макгрегора, у тебя встреча с Путиным, у тебя приглашает Эрдоган на открытие аэропорта самого большого в Стамбуле. И там всякие рекламы, встречи и так далее, и так далее. Естественно... — Еще там два азиата тебя зовут. — В итоге начали на 4 ноября, полетели туда, взяли операторов, все уже подготовили. И он говорит, типа, вот у меня встреча 8 ноября с Путиным, мне нужен новый костюм, короче. Он говорит, все, мы будем вас ждать. Сделали, все шили, все было готово. И он опять не пришел. — А-а-а. — Но он пришел один раз, типа... — Потом пришел. — Типа в 10 ночи, типа... — Я буду через 15 минут. — Да. Через 15 минут буду в Бучке, короче. — Ага. — Когда Бучек закрыт ночью. — Спасибо. — Специально для него открыли его, приняли, и сделали там несколько, пару фоток. То есть, прямо такого, чтобы... Я, если честно, как обычный народ, думал, типа, блин, вы, наверное, короче, там дохрена чего потратили, бабы, короче, типа, заплатили. — На самом деле... — Не, я так просто думал, типа... — Нереально много... — Так и было. — Типа маркетингу зашарили, типа, момент, он сейчас победит, либо проиграет, правильно, короче. — Ну, это так и было. И, на самом деле, мы очень много средств заложили, чтобы... — Мы, допустим, с федерацией ММА от Ираусской области приглашали предварительно Хабиба Папу в Казахстан. — Ага. — Это было до боя? — Это было до боя за несколько месяцев, за три месяца до боя. Он приезжал к нам в бутик в Алмату. Он примерял наш костюм Папа Хабиба, Абду Манап. После этого он дал интервью Лафисель тоже у нас в бутике. Мы долгое время вели переговоры по поводу Хабиба и Зубайры. Потом были отказы, потом были корректировки, потом мы обсуждали суммы. То есть это те моменты, которые базовые. То есть это неинтересно обсуждать. — Да-да, но они были, оказывается. — Обязательно в порядке. — А, все, я думал... — Это не так, чтобы мы захотелось позвонить. — А потом, по сечению обстоятельств произошло так, что и синергия была в нужный момент в нужном месте. Наш партнер оказался там. И мы вели предварительные переговоры с ним. То есть есть фотографии даже, когда он приходил с часами. Тумар, да, папа в Казахстане фотается. И в итоге уже наслышанно о нас, уже его отец был у нас. И, скорее всего, вопрос по этому так решился быстро. И мы сейчас ведем переговоры о том, что он стал постоянным нашим бренд-амбассадором по СНГ, по миру, в принципе. Вот. И я думаю, мы к этому перейдем. Вопрос только в том, как быстро мы сможем провести эти переговоры. Потому что основные формальные вопросы мы уже обсудили и утвердили. Ну, я говорю про гонорару там, по определенным. Ну, помимо Хабиба, еще был Зубайра у нас в пути. Ага. Мы его тоже одевали полностью. Да, я видел там очень много таких. Да. Фотографии. То есть там тоже этот... Не, на самом деле с Димой мы познакомились еще до всей движухи с трансформатором. Тогда трансформатора не было. Это было года три назад, когда мы с Нарсултаном ездили в Москву на обучение по АБМ. А, вы там обучались? Да, да, да. Тогда уже мы познакомились с Димой. Когда он прилетел в Казахстан, уже вот вся шумиха с трансформатором. А как вы обучались? А как вы обучались? Мы, короче, поехали 11 человек в Москву. Я записался на курс... Миллион за 100. Миллион за 100 МЗС, вип-курс бизнес-молодости. Я один обучался, 10 человек сидел дома, я приходил и обучал их. Ни хрена себе. Но денег подало только на одного просто. То есть все скинулись, да, можно сказать? Ну, относительно в долг, наверное, да. Я еще взял, короче, купил за 200 тысяч рублей. Мы скинулись и купили за 200 тысяч рублей дополнительный курс, там, типа, вип-кураторство у Воронина. Еще туда, короче, оттуда все здания черпал, приходил и по тетрадке рассказывал, ребят. Ну, это прям работает. Ну, в итоге у нас получилось минус 18 миллионов. Погоди, я читал у кого-то из вас минус 15 миллионов, а... Минус 18. А 18 это что? Минус 15 миллионов это с Алибеком то, что мы сделали, часы заказали. Да. Это другая история. А, я прочел, но, честно, не понял, там, Алибек, причем тут. Да, нахрен вообще не читать. А, все, очень хорошо. А, в смысле, вы не хотите насчет этого вообще... Нет, слегка. Ну, это вообще какая-то фейловая история, да? Смотри, у нас есть два фейлова. Нет, подождите, давайте закончим сначала. Да, есть минус 18 миллионов по нашей поездке в Москву, и есть минус 15 миллионов, когда мы заказывали часы, скопировали дизайн у Девита Алибеком. Да, да, да. И это две разные истории, брат. А, все. А, на минус 18 миллионов как попали? Это вот, когда мы поехали 11 человек в Москву. Мне надо было кормить, с ними надо было тусить, надо было снимать квартиру. Нас трижды выгоняли из квартиры за 4 недели. Из-за того, что мы снимали, как семейная пара. Ага. Ага. Через неделю хозяйка приходит проверить, стучит дверь, минут 40 никто не открывает, все по шкафам прячутся, заходят и видят штук 20 пар обуви. Но людей то же самое количество. Типа такая семья взрослась. Добрый вечер. Нет, фейл был, когда хозяйка скучала в окно, а муж стоял с улицы и смотрел на балкон. Там ребята спрятались, прикинь, на балконе, она стучится в дверь, а он в окно смотрит и мы с миром там стоим. И вот нас выгнали с этой квартиры. Потом мы переехали на ВДНХ. Это мы жили прямо в центре, на Трубной, там 5 минут до этого. До Красной площади. Цирка, да? Да, да, Никулино. Цирка. Потом нас туда выгнали, мы переехали на ВДНХ. Там прожили тоже недели две, да? Две-три недели. А тут тоже выгнали. Потом еще раз мы туда заехали. И в итоге нас осталось три человека. И везде, прикинь, депозит. Там минимально 150 тысяч рублей за один месяц. Один месяц аренды 150 тысяч рублей. Ага. 125 тысяч, да? 125 тысяч рублей. И вот первый раз мы сняли за 125, второй раз мы сняли за 100. Третий раз там типа за 80, 90. И везде бери депозит, везде бери первое место аренды. Минус 18 миллионов, это что? Ну, ты прикинь, просто покушать вдвоем в Москве стоит. То есть вы так, чуть-чуть так, с такими фейлами просрали 18 миллионов. Не, потом мы хотели запустить тему. Вот, да. Я слетал в Китай, там, закупил продукцию на лямов 10, наверное, да? Угу. Ну, запартнерились с самым крутым блогером, ой, блогером, бизнес-блогером в Москве. В тот момент. Ну, пока, наверное, не говорится. Ну, и пока вообще не будем говорить, кто это. А, окей, окей. Запартнерились с ним, он должен был отвечать за свои обязательства. У нас были обязательства по покупке и подбору товара. Ага. Закуп, найти деньги на этот закуп. Ага. Мы всю эту тему организовали, заняли деньги как проценты. Закупили, привезли в Москву. Теперь они должны были реализовать его через CPI-сети свои. В итоге, короче, никто ничего не сделал с их стороны. Там, короче, что-то тема не пошла. То есть мы за 10 миллионов просто встали? Тема не пошла, короче. Ага, не 10 миллионов. Продаж не было. Где-то 10, 10, в общем. Ну, в общем, короче, мы приехали минус 18 в Москву. Ну, короче, все. Ну, туда входит еще оплата за курсы, проживание, перелетники. 10 человек туда отправили, 10 человек вернули. Это уже минимально 2 миллиона. Остальные ребята это кто? Ваши друзья или это команда? Нет, до этого мы запускали бизнес-школу база. Сами. Какая долгая история будет. Короче, мы запускаем. Мы прошли БМ. Мы поняли, что основная боль БМа, что нет живого присутствия. Есть телевизор, где всему учиться. Но никогда невозможно задать вопрос и получить обратную связь. Мы закрыли эту боль, выдручили всю программу БМа и написали свою программу. И тогда как раз только-только запускался таргетинг в Инстаграме. Мы разобрались в этом таргетинге и просто вообще убили его. Там типа за 5 баксов можно было получить там 500 заявок на сайт. Мы эту тему прохавали и весь таргетинг был пустой. Цена клика была просто нереально мизерная. И мы стали обучать людей просто таргетингу. Упаковки таргетинга в тот момент. Как делать сайт за 5 баксов, как запустить таргетинг за 5 баксов. И в итоге получить огромное количество клиентов. Сначала протестили на себе, это все работало. Потом запустили бизнес-школу. Курс на нашу бизнес-школу стоил сначала 25 тысяч. У нас было около 5 участников. И чуть ли не стали, чуть ли не закрылись. Потом вот мы познакомились с Лубегом как раз в этот момент. И в первую очередь... Это какой год? Три-четыре года назад. Три года назад. А, вот то есть вы не кинты прямо там, почти глянье. Нет. Вообще вот третий раз умер. Все, понял. И вот Юлубег говорит... Первый его вот... Ну, типа, все знакомятся, типа, привет, там, меня зовут Юлубег. Там, типа, давай, там, вместе работай. И его первым было так, типа, давай поднимем цену на курс. И вот с 25 тысяч тенге мы подняли на 80... На 80, да? Да, 80. На 80 тысяч тенге у нас стало 40 человек, прикинь, на второй поток. И у нас был, прикинь, курс нашей школы дороже в два раза, чем курсы бизнес-молодости. И они обучали два месяца в самый месяц. В Алматы. В Алматы, да. Мы сняли офис, короче, заняли деньги. Сколько мы заняли? 2,5 миллиона? Да. Нет, это было так. Проценты, да? Это было так. Я прошел БМ, 16 поток, он 15 поток пошел. И нас пригласили, типа, выступить перед 17 потоком. Ну, типа, приходите, тут классно. И все, офигенно, вот такой у меня результат. И мы там познакомились. Они были с партнером его, тогдашним. Жанну его звали. Сколько лет? Жанну его звали. Короче, Нурс выступил, я говорю, блин, крутые чуваки, надо с ними что-то помутить. Выхожу и Нурсу говорю, типа, давайте, вы чем занимаетесь, я буду с вами. Они говорят, вот мы запускаем бизнес-школу, типа, что ты умеешь? Я говорю, ну, научусь, если не умею. Все, что надо будет, буду делать, короче. Они меня пригласили и говорят, вот, на запуск школы нам нужно 2,5 миллиона. Ага. И мы, я нашел человека, который в нас вложил 2,5 миллиона, и взяли деньги под проценты. И вот пошла тема с базой. Не, а как стал бизнес? Ну, почему? Не стал, охрененно все пошло. Вот мы запустили первый, первый, кто взял лимонад? Я же говорю, без концепции, просто. Мы запустили поток, прикинь, 40 человек делали по 8 тысяч, мы заработали в первый месяц, ну, 2,5 миллиона на троих. Ага. На тот момент это были прикольные деньги. И как раз тогда на эти деньги мы решили отправить Улыбека на МЗС. Не, не МЗС, не МЗС. Не, 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 не. А, не МЗС. Пробуждение. Пробуждение, тренинг трениров. Получить лицензию, чтобы он имел право, да, давайте? Да, 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 да. А, точно. Обучать в бизнес-молодости, быть куратором. И в итоге я уехал в Калининград, там был 2 недели. Приезжаю с Калининграда. А, я там, короче. Приехал в Москву. Увидел БМ. Увидел БМ, короче. И записался на МЗС, вернулся и говорю, типа, ну, вот так-так, я хочу поехать в Москву на обучение. Поехали. Ты еще забыл момент, типа, когда ты звонил с Москвой. А, да, да, да. Я ему звонил, говорю, типа, мы вообще фигню делаем, давайте завязываем и давайте. Мы, короче, копируем, друзья, это недальновидно. Да, это вообще жопа, короче. Мы просто берем их хлеб, забираем себе, это неправильно. Я говорю, окей, давай что-нибудь другое делать. Но вы, то есть, вы тогда поняли то, что, типа, нехорошо, короче, копируете и так далее. Да. Но потом, еще раз, с тумаром, да, такая ситуация. Не с тумаром, а вот давит. Не-не-не, это другое. Ты путаешь? Ты, давай. Не, имеется в виду, этот. Типа скопировали опять, да? Да, 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 да. Нет, там другая ситуация. Другая ситуация? Да. А какая ситуация? Мы там скопировали, доработали. Своё, да. Мы же БМ делали дороже, чем БМ, и больше, видишь, делали. А тут мы сделали меньше, чем сведовидные. То есть, какого-то, прям, решающего какого-то фактора не было, да, внешнего? То есть, вы сами решили просто закрыть, да, этот? Да. И вот, когда мы закрывали, короче, все ребята стали приглашать своих друзей, захотели еще раз пройти, якобы, второй поток. И мы говорим, все, второго потока, короче, не будет. Если бы я смотрел это, я выключил его на этом. Да. У нас еще и рассказы, и хронология, это по-разному, короче. А, да, да, ты не ведешь. Да, да, да. Странно. Я потом на монтаже, короче, по хрону, короче, рассказываю по истории. И, короче, смотри теперь, откуда ребята эти взяли, с которых мы в Москву с нами поехали? Откуда? Вот. Я тебя спрашиваю. Они говорят, типа, не закрывайте, мы военем с вами, короче. Мы говорим, не надо с нами ехать, мы сами не знаем, куда мы едем, что мы там будем делать. Они говорят, нет, мы вам верим, короче, мы сейчас выставим там все вместе. Мы говорим, окей, скидывайтесь, бабками поехали. И сейчас где эти ребята? Кто-то двигается все еще с вами? Ну, нет. Нет? Ага. Ну, мы очень близко с ними общаемся. Некоторые люди уехали и раньше времени оставят нас. В итоге, короче, у нас в конце осталось. Трое. Паулук Бек, наша друга приехала, и вот наш близкий драйв, друг Бек Тимур. Остальные все из 11 человек кинули, в том числе наш партнер третий. Он типа говорит, да, не надо, да? Ну, в общем, вот, все кинули. Хорошо. Так, изначальный вопрос был, получается, насчет Партнякина. Он вас поддержал, да, получается, когда приехал? То есть, оттуда. Пагубин, где, откуда ты взял его? Влад, как раз я проходил, когда курс МЗС, Партнягин был там куратором. Ага. Е-мать, ну вы из-за этого эту историю рассказывали? Да, да, да. Я с ним там познакомился. Вот. Все, да. Нет, если познакомился, он к вам приехал и поддержал просто. Нет, нет, нет. Типа, я же вас знаю. Или же вы там проплатили как надо все это? Нет. Это единственный, наверное, выпуск, который был бесплатный. Шаканов. В общем, он прилетел, прилетел в Алмату и выступал на A-Forum, да? Да, да, да. Это наш друг Арганзола, Адлет Ауганбаев. Ага. И этот... Адлет Ауганбаев. На то время у него работал наш нынешний управляющий партнер Альшир. Ах, как сложно, да? Почему так в голове так легко, да? В общем, мы через него пригласили партнягина прийти к нам в бутик, но он не знал, что это костюмы наши. А-а-а. И нас пригласили на гала-ужин, я подхожу, типа, Дим, вот это мы костюмами занимаемся. Он говорит, о, супер, я заеду завтра. Все, мы на следующий день приехали в отель, забрали его, привезли в бутик. Он типа... Мы вообще думали, он зайдет, снимет сториз, все, нам хватает вообще, бомба, все, больше ничего не надо. Потом думали сделать публикацию, ладно, все, кайф. Он заходит, он говорит, блин, вообще охрененно, типа, давайте снимем выпуск. Все, на меня одевают петличку, и мы сняли выпуск. Его же тогда вроде осенило, да, что-то он захотел этот, короче, этот с вами... Да, да, мы хотели партнериться. А что случилось, почему не пошло? Давай, теперь это ты. Вот так вот получилось. Нет, короче, он пришел к нам в бутик, прямо там же во время съемки, говорит, чуваки, как вы смотрите на то, что если, типа, я вам предложу партнерство. Ага. Мы говорим, прикольно, давай еще обсудим. Вот, а он потом улетает, через день тебе пишут телегу, типа, было 22 марта, типа, я буду 22 в Москве приезжать, давайте обсудим. На 22, сука, как я сейчас помню, билеты стоили в 5 раз дороже, прикинь. 21-го, а, 21-го не было билета, 23-го, его уже в Москве нет, а стоят билеты, типа, там, сколько, типа, мы что-то там по 500 штук взяли, обычные. Да, да. Обычно, типа, они 100 стоят, а тут, типа, 500, и тут, типа, под лям, только два билета. Ага. Я и так, и так пытался поменять дату, не получилось, короче. В итоге мы вылетели к нему 22 марта, прилетели в Москву, зашли к нему на трансформатор базы, договорились об условиях и приехали обратно с планами уже вот готовиться туда переезжать. То есть одно из его было, да, одно из его условий было, чтобы переехали туда в Москву. Я продал тачку. Он буквально за неделю продал сразу тачку. Для того, чтобы там? Ну, чтобы, в смысле, все, переезжаем туда. А, ага. То есть до того это уже была договоренность, а где вот, типа, ну, потом мы вот шли к тому, что вот мы второй раз приехали в Москву, там немножко опять изменились условия с его стороны. Мы договорились, что и к нам добавился четвертый партнер, представитель как раз со стороны Димы. Его звали Наиль. У нас было четыре партнера теперь в итоге. То есть немножко размылось, да, вот эта вся тема, что 33-30 должно было быть. Теперь мы уезжаем, да? Да, мы вернулись, короче, все дела свои закончили, все теперь с планами все собрались. Приехали в Москву, сняли квартиру. Пошла тема, мы уже искали помещение, по торговым центрам ходили. Изначально была договоренность такая, то что Наиль закроет тему с торговыми центрами, поможет найти там помещение, но там спустя две недели никаких движений как бы не было. А у нас каждый день это? Деньги. Прям много денег. И здесь то, что бизнес сгорел тоже без нас, в смысле, там немножко просаживается пырочка, по маркетингу мало было движений. И в итоге мы приходим и говорим, типа, ребят, давайте так, типа, мы готовы партнериться Дима с тобой, и вот я, типа, с Нурсултаном, а давай без Наиля. И Дима сказал, типа, если не будет Наиля, то я тоже в теме не буду, как бы. Он, типа, заниматься не хотел. Не то, что заниматься не хотел, он не хотел ходить в операционку, типа, его сильная сторона – это маркетинг. Маркетинг, продвижение – это вот я займусь, а Наиль будет в операционке. Ну, и даже по маркетингу, допустим, у него упаковки, по его сильной стороне он говорит, ну, это будет его зона ответственности. Он говорит, мы сейчас вас переупакуем, а когда стоит вопрос именно о переупаковке, он говорит, блин, нечего переупаковывать, давайте оставим все как есть, короче. Ну, типа, упаковка должна быть. Типа, даже, а, понял, понял, короче. Давайте все оставим, вроде же все так работает, да? И в итоге мы говорим, типа, ну, так не пойдет, давайте как-то это решать. Предложили, чтобы без Наиля в эту, ну, в тему войти. И он сказал, типа, это мой партнер, я хочу, чтобы он был в теме, короче. И все. И мы сказали, ладно, окей, тогда... Ну, мы не хотим так, короче. Да, останемся друзьями. И все по-мирному разошлись. Ну, вообще, на самом деле, после всего то, что было, к Диме там и к его пацанам никаких претензий, ну, мы офигенно. Да, офигенно разошлись, без ничего, без этого. Не, ну, тот самый момент, то, что он вас заснял и так далее, это же было... Это вообще топ было. После выпуска к нам пришло 1500 заявок на франшизу. 10 стран. Поэтому за это вообще отдельный респект, то, что он приехал и просто снял чисто из-за того, что мы были знакомы три года назад, хотя не так близко общались. И то, что он сказал, типа, вот это мой партнер, и я хочу, чтобы он был в проекте. Если бы мне сказали, типа, Нурс не будет в проекте, давай только партнер с собой, я тоже самое сказал бы, типа, нет, без Нурса я не буду ходить в проекте. Давайте поговорим насчет этого, государства и бизнес. Имеется в виду то, что я заметил, потому что... Мы просим государства упростить оплату налогов. Хорошо. Реально, почему так сложно? Почему бизнесом заниматься легче, чем оплачивать эти налоги? Бля, в натуре, кстати. Да? Почему не взять такой патент? Легче Хабиба пригласить, чем налоги оплатить. Реально так и есть? Ты платишь огромные деньги бухгалтеру, который занимается непонятной ересью, эти бумаги, блядь, копит эти шкафы. Ему еще надо шкаф купить же. А что, в какой-то другой стране намного проще? Я не знаю, я еще не жил там. Я имею в виду, типа Узбекистанец. Почему мы должны закинуть, повторять? Почему мы не можем быть первыми, кто это придумает? Почему нельзя просто купить? Вот ты занимаешься блогерством, ты же оплачиваешь со своих контрактов рекламу, правильно? Да, да. Я сам прям ею в налогу. А почему ты не можешь, как блогер, купить себе патент? Допустим, пришел вот в этот Киви терминал, оплатил купить патент за блогерство. Пусть будет 1000 тенге в месяц, да? И все, и ты хоть сколько можешь заключать рекламный проект. Да, государство тебе в этом никак не помогает. Оно не участвует в твоем развитии. Ну, я имею в виду в онлайн сфере. Я не против государства. И почему нельзя это упростить в момент? Как раньше вот таксисты, они покупают лицензию и таксуют. И неважно, он таксует один раз в день или он таксует 24 часа в сутки. Почему нельзя то же самое взять в бизнесе? У меня все. А какое-то примерно решение? Ну, вот как я и говорил, допустим, одно из решений, опять же, упростить блогерам, это упрощение по патенту, да? Это интересная практика. Зачем платить с рекламных проектов, когда человек, по сути, сам же эти рекламные проекты получает? За свое творчество, за свое время, которое он тратит. Но именно в этом государство никакое участие не принимает. Но так как он является осознанным гражданином, он все равно должен выплачивать свои налоги. Почему это нельзя сделать через патент? Допустим, ты покупаешь лицензию на блогерство. Я условно говорю, ты покупаешь лицензию на блогерство, и все, ты занимаешься блогерством, твоя профессия блогер. Зачем в государство заходить, твои финансы все, да? Как это называется? Схемы. Ну, изначально, да, Алибитом был у нас в су-чуре 10 «Тешокан». А, серьезно? Ну, раз в боворот. Я вообще не знал про это. У нас есть ТОшка, называется ТО «Шокан Казахстан», где Алибитом Ама у нас в су-чуре 10. А, прикольно. Мы потом его законсервировали, открыли новую. То есть, в начале это все… Нет, бизнес еще не запустился, был вообще неизвестен никому. Буквально прошло неделю после нашего открытия, и мы предложили ему запартнериться. Нам нужен был человек, медийная личность, которая мог бы прокачивать про нас. Убей бы то очень хорошие навыки в этом. Продавник номер один, да, сейчас из блогеров. И мы, естественно, видели этот потенциал и пригласили его в партнерство. Там были обоговоренные условия по вложениям, были обоговоренные условия по возврату этих вложений, и его все устроило, нас все устроило. Он зашел в учредительство, дал необходимые документы, и потом по определенным причинам мы разошлись. Просто не договорились, Виталий Игоревич. У нас был просто третий партнер, мой близкий друг изначально, мы с ним с детства вместе выросли, и мы открывали Шокант втроем. Потом пригласили Бейбета, потому что это его знакомый. В итоге мы решили так, что… Друг важнее, чем бизнес. Да, мой друг недостаточно уделяет внимание нашему проекту, потому что у него есть другой проект, все с деталем. И мы решили, типа, давайте разойдемся. И он сказал, ну вот тогда, типа… Ну, а я не забей, в этом месте вышли, короче, с проекта. Понял. И все, и поэтому вот так получилось. Ну там не было, типа, тоже никаких обид, ничего не было. Ну, из этого следует то, что если кто-то хочет привлечь блогера или какую-то медийную личность к себе в бизнес, лучше это обговаривать все напрямую и договариваться без последних. Понял? Вот такая вот история. Спасибо. Спасибо. Ну я, блин, вообще не знал, что это алибиков оказывается был. Это вообще, то есть эта информация где-то вообще была? Нету вообще нигде. Ебать, все, да, у меня это, да? Короче, типа… Сказите. Да-да-да, все, базар один. Вопрос был примерно такой, почему все еще в регионах особенно… Снимают лопухи. Нет-нет, к этому вернемся обязательно. В регионах все еще считают круто работать в государственных сферах. Ну не в сферах, а вот именно в госорганах. Почему именно предпринимательство не модное? То есть сейчас стало, ну, становится модным, да, трендовым довольно. Только… По-моему, наоборот, прям все хотят… Это в Алма-Ате, вот вы сказали, да? В Алма-Ате, типа, все хотят стать предпринимателями. А наоборот, там в регионах, например, в Садпаеве, Джисказгане, там же все еще есть. Вот это вот, типа, ты должен прям в Акимат устроиться, а там будешь, потому что, короче, ты можешь себе там устроить. Ну, опять же, там со стороны коррупции, если смотреть, да, сами, короче, это родители оказываются. Мы просто на днях тоже обсуждали насчет этого. Я вообще так не считаю. Мне кажется, сейчас идет тенденция к тому, что все хотят быть бизнесменами. Там и сейчас у всех, если раньше не было такого резонанса предпринимателей и всяких бизнес-тем, бизнес-школ и бизнес-блогеров, сейчас это очень развито. И мне кажется, наоборот, это не то, что там все стремятся стать государственным чиновником, а наоборот, в обратную сторону все хотят быть бизнесменами. Я тут не соглашусь, то, что всем говорят, типа, будь. Ну, в Астане есть чинов-поклонничество на этом Зайце. Да, то есть я же этот вопрос не просто так задал. Ну, я, в смысле, я говорю свое мнение. Ну, да, вы алматинцы, у вас, да. Ну, у нас другого выхода просто нет. Ты либо занимаешься бизнесом, либо идешь к тому, кто занимается бизнесом. В смысле, в найм. В Астане, в смысле, я знаю, там есть много тоже родственников. В Астане чаще родственников здесь живет, братишки и так далее. Они все, как минимум, пытались зайти вот в этот. Ну, это понятно. Астана Алмата, понятно. Вот он говорит именно по регионам. Ну, в Брегонах, лично я бы что сделал, я бы запустил бы онлайн-магазин. Неважно, где он находится. Есть логистическая доставка. Брат, подожди, стой. Подожди, мы что-то не туда ушли. Нет, нет. Самая идея прикольная. То есть, что вообще можно было запустить в регионах, да? А почему? Нет, а вопрос был, типа, почему? Вопрос был вообще в другом, да. То есть. Вопрос был, в смысле. Почему в регионах все хотят быть госслужащим? Ну, я вот к тому, что у них нет, якобы, никаких других выходов. Я бы, например, на их месте запустил бы онлайн-магазин, в смысле. Неважно, где ты находишь. У нас логистическая доставка по всем городам. И ты можешь отправлять как из Алматы, так и из Казгана. Ага. И нет смысла... Ну, я вот к тому, что у них узко, да, они это видят. Они видят, вот, как сделал их старший брат, как сделал их папа. Вот. Я вот так же должен сделать, потому что другого выхода у меня нет. Я должен отучиться, я должен пойти, там, начинать. Я даже не знаю, как там берется к должности, ну, типа, вот. Госучреждения. Но они же делают тоже это из-за своей потребности, из-за того, что не видят дальше. Ну, если посмотреть логически, то тот же самый, там, запуск онлайн-магазин по всему Казахстану принесет минимум годовую зарплату за месяц госчиновника. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok